Доброе утро! Начинаем этот день вместе с телеканалом Катунь-24. Судей вместе с вами Егор Матаев. Переходим к выпуску. Закон о доплате к пенсии для селян доработают. Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лор заявил, что он требует расширения добавлений. Это стало одной из тем на конференции рабочей группы Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Например, вызывают вопросы привязка к месту жительства. Если человек имеет 30-летний стаж, но сменил место прописки на городскую, то он права на льготу не имеет. Многие села за последние 30 лет перестали существовать. Как быть в этом случае? Эти вопросы в первую очередь озвучил Иван Лор на конференции. Напомню, размер выплат – 25% суммы к соответствующей страховой пенсии лицам. Аналогичные вопросы поступают к депутатам Государственной Думы из других регионов страны. Может пройти еще не одно слушание, но то, что вопрос рассматривается и находится на постоянном контроле, дает надежду, что замечания людей будут услышаны. Многодетная семья едва не пострадала при пожаре в Олейске. На трагедию удалось предотвратить. Сигнал поступил на пульт диспетчера пожарной охраны быстрее, чем разгорелось пламя. Оперативно обнаружить сдымление помог пожарный извещатель, установленный в квартире многодетных родителей. Собирались ложиться спать. Начал срабатывать датчик пожарной сигнализации. Скопление дыма быстро, прям в течение 15 минут в комнатах, здесь вообще был туман. Мы сначала думали, может, наша что, печка. Но датчик, он не успокаивался. Я вызвала пожарных. Пожарные, правда, тоже молодцы, быстро приехали, все среагировали. Сигнал жизни. Финансируют. Пожарные выяснили. Источник дыма находился в соседней квартире. Хозяин затопил печь и ушел из дома. Продукты горения проникли в квартиру из-за неисправной печной трубы. Если бы не сработал пожарный извещатель в доме Степановых, трагедия была бы неизбежна. Такие устройства аварийного оповещения о задымлении о леске сотрудники МЧС устанавливают в домах, где проживают многодетные неблагополучные семьи. Извещатели закупают и монтируют. В рамках специальной операции «Сигнал жизни» финансируют проект районное управление соцзащиты. Установлено уже более 40 извещателей. Планируется в ближайшее время приобретение большого количества автономных пожарных извещателей, чтобы перекрыть все количество семей, которые находятся на территории города. А я имею в виду конкретно многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Егор Дружинин – популярный хореограф, актер и кинорежиссер. Стал одним из судей творческого конкурса в Барнауле. Состязание состоялось на днях. На «Радуге талантов» показали себя более 2000 участников из Новосибирска, Бийска, Новоалтайска и Барнаула. В конкурсе приняли участие дети от 4 до 18 лет. «Радуга талантов» собирает юных участников уже второй год подряд. Дети соревнуются в номинациях «Театральная деятельность», «Вокал», «Цирковое искусство» и «Хореография». Со станции депо номер один трамваи выходят не всегда по точному расписанию. И все из-за четвероногого хвостатого препятствия. Бездомная собака вот уже несколько месяцев умышленно мешает движению транспорта. Как выяснилось, три месяца назад у Джой умер хозяин. С тех пор она стала добывать пищу довольно необычным способом. Собака выходит на рельсы и ждет, пока ее накормят. Водителям трамваев приходится останавливаться и подкармливать животное. И только после этого они продолжают путь. После школы я часто имел привычки брать булочку какую-нибудь, сосиску в тесте. Приходим ему этой собаке, я давал ей, гладил ее и помогал ей, чем мог. Добрая, добрая, она никого никогда не кусает. Часто ходят здесь первоклассники, второклассники со школы, и она даже не тявкнет на них, никогда не кинется. Это были все новости к этому часу. А я передаю слово в студию утреннего канала. До встречи.